Это национальные проекты, и реализация этих национальных проектов будет улучшать качество жизни наших жителей. Поэтому я хотел бы узнать, как у нас в городе продолжается эта работа. Ваше задание, ваше поручение сдать к 1 сентября две школы полноценных, это две пристройки по 400 мест. Это в Дагомысе одна школа, 82-я, и на Макаренко 15-я школа. В настоящий момент работы ведутся, выполнено более 60% работ. Финансирование этих образовательных учреждений осуществляется за счет краевой программы. Порядка 95% средств. Сейчас какие-то проблемы есть? У нас есть проблемы. Для того, чтобы нам ввести, ускориться, нам нужно попытаться организовать авансирование работы. Предварительно мы проговорили уже этот вопрос с департаментом строительства Краснодарского края. Просим вас эту работу, нас поддержать. Мы поддержим обязательно, авансирование нужно делать. Но самое главное, подрядчики должны знать, что они будут поддержаны, что финансирование будет стопроцентное. Мы организуем выездные проверки на этих школах. Нас там и прокуратура, и милиция постоянно проверяет. Поэтому прошу вас тоже, мы выйдем, посмотрим, и на месте увидите, какое состояние отдела. На состояние дел подрядчики не жалуются с гордостью. Докладывают, что работают на опережение. В пристройке к гимназии номер 15 полным ходом идут отделочные работы. Здесь кладут плитку, монтируют подвесные потолки, занимаются облицовкой стен. Контроль сотрудники мэрии ведут на объекте регулярно. 20 мая выйдут на завершающий этап внутренних отделок. Покраска и с параллельно будут вестись работы по благоустройству. По заключенному муниципальному контракту завершение строительства ноябрь месяц, по поручению Анатолия Николаевича, будем завершать строительство объекта к 1 сентября. Пристройка к 15 гимназии на 400 мест. Здесь будут и столовая, и спортзал. Помимо всего прочего, на территории оборудуют стадион. А это уже пристройка к 82 школе поселок Дагомыс. На самом деле эти объекты сложно назвать пристройками. На деле это полноценная школа. Отличие от основного учреждения одно. Здесь будут обучаться младшие школьники. Ну а в целом сдавать в эксплуатацию 2, а то и 3 школы в год для Сочи – это уже норма. К слову, сейчас в городе началось строительство еще одной новой школы на 1100 мест в Амеретинской низменности. А вот буквально в январе 2020 года по поручению главы города начнется строительство еще двух новых школ. Пристройка к 82 школе, так же как и к 15 гимназии, вместит 400 учеников. На объекте предусмотрен собственный тепловой пункт – современная система вентиляции. Для строителей это особая гордость. Систему инженерных коммуникаций продумали так, чтобы школа еще долго не требовала ремонта. В первую очередь тренажная система, чтобы не повреждили фундамент. Потом мы все очень внимание уделяем вентиляционной системе, которая, чтобы тому, что это жизнь детей, чтобы был свежий воздух. То есть инженеры – это сердце строительства. Поэтому сегодняшний день у нас, если вы сами видите, уже 95% инженера, все готово. Обережаем больше трех месяцев. Это не то, что наша заслуга, это заслуга администрации города, это заслуга управления капитального строительства. Ну а в рамках протокольной встречи глава города поручил руководителю департамента строительства начать подготовку к реализации проекта по строительству школы в Красной Поляне. Подрядчики должны быть определены уже в этом году.